здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала сегодня нарушают традицию но обычно как делают сначала показывает все там допустим какие-то брошки по одной штучке затем делает выкладку а я сделала все со знаком наоборот показываю вам практически полную выкладку потому что это лот представляете какой лот мне удалось забрать цена вопроса 55 долларов но там еще пересылка стоила в общем получилось а что-то около 60 но все равно это не цена для того что я вам сейчас покажу я когда взяла этот лот я не могла поверить своим глазам это было удивительно и давайте теперь рассмотрим каждую брошку по отдельности каждую вот тут не только видите брошки хотя в основном нет ну разное тут все есть все будем смотреть меньше разговоров больше смотрения начну вот с этой броши посмотрите какая замечательная просто потрясающая брошь она сделана и в золотых и в серебряных тонах типичный стиль арт ну вот теперь умеем после того как я вам показала видео как отличать стиль арки ну вот всех остальных мы теперь это понимаем то есть мы видим растительные мотивы переходные плавные линии какие-то изгибы в общем типичная представительница она не маркированная но хороша до необыкновенности обожаю я такие вещи очень красивая брошь следующие это у нас будут клипсы вот такие клипсы они тоже не маркированные но великолепно сделаны ну просто вот не клипсы а какое-то чудо идеально и посмотрите вот это у нас не пластик это у нас такое стекло слышите очень интересное красивое такое переливающиеся удивительное вот клипсы крупные очень крупные привлекает сразу же внимание вот этим необыкновенным солнечным желтым цветом и заодно тут жемчужинки как видите все это взято между прочим в цапы ну то есть поразительное мне просто вот нет слов еще одна пара клипс и тоже удивительно красивые тут как видите и стразы аврора бриалис особенно удивительного такого цвета он сиренево-розовый вот этот страз здесь поменьше такие же но и конечно же вот перлышки очень такие очень и очень красивые просто ух оборотная сторона вот такая маркировки тоже нету но сделано в лучших традициях видите ну то есть такие клипсы но очень-очень достойные и очень красивые а это подвеска ну что я вам хочу сказать она меня позабавила посмотрите какая танцующая парочка детки обнаженные танцующие но очень такая подвеска вот такая у нее сторона видите у меня есть брошь вот который сделано примерно в этом же стиле точно такой же материал но сцена там но скажем так не такая пикантная вот и к этой подвески у меня вот есть цепочка буду думать как вешать на колечко просто повешу такого замечательного плетения вот так она замочек вот такой сожалению маркировки тут никакой нету но зато вот неплохо не правда ли она такая под шейку вот такая не длинненькая но и хорошо потому что а вот эта подвеска достаточно крупная вот хорошо смотреться я вот так люблю следующая вот это брошь ну я очень люблю брошь вот такой формы вот такого дизайна и очень мне нравится ставочка в середине художественное стекло очень красиво сделано оборотка не маркированная но хороша удивительно очень я люблю такие броши особенно под воротничок носить это вообще чудо настоящее следующая брошь вот такого стиля знаете очень похоже на предыдущую чем-то может быть потому что вот центральный кабошон вокруг вот такая замечательная рамка ажурная красивая но тут вас ожидает сюрприз который в общем то получила я ну знаете когда я брал этот лот там не были видно как всегда в лоте знаете кто показывает маркировки кто не показывает тут я не увидела маркировку а когда получила я просто ахнула вот хвастаюсь пожалуйста прошу любите жаловать кора не больше не меньше смотрите какой слой золотый ух и как сделано единственное что видите вот тут тут надо два стразика вклеить и здесь побольше но так как стразики беленькие тут еще что-то тоже такой малопонятная какая-то дырочка наверно тоже да стразик на белые стразы найти это вообще не проблема совсем-совсем вот поэтому я не считаю что я в чем-то проиграла пятиминутная работа ладно по размеру найти а у меня уже этих страз страшное дело сколько так что я не волнуюсь все будет очень хорошо вот еще одна брошь это вообще такая прелесть что ой просто глаз не оторвать во первых она маркированы начнем с того и и маркирована она как сара ковентри вот видите вот здесь вот вот во вторых ну вот этот вот камешек это так называемый джели-бели то есть желатиновый животик замечательно еще одна потрясающей красоты брошь вы знаете вот камера не показывает как она сияет как переливается и вообще дизайн потрясающий перевернем такая основательная брошка тяжелая между прочим и она маркированная вот сейчас будем смотреть маркировку видно ли или не видно ли бески но в общем друзья мои я вам напишу под этим видео историю этой компании потому что она достаточно интересная и вы тогда будете больше знать об этом обо всем а пока полюбуемся на брошь красота следующее у нас вот такая браслетка очень красивые кабошоны замечательные просто замочек она мне точно по руке очень красивая вот посмотрите как она смотрится на руке хорошо и она маркированная сейчас посмотрим маркировочку где она там была вот маркировка как видите сами 40 винт тоже большая удача в идеальном состоянии браслетка я очень ей довольна дело в том что у меня есть похожая брошка она правда не маркированная но очень похожая по цветовой гамме надо будет поискать ее кабошоны вот тоже вот там вставлены вот такие розовые такие серо-голубые так что наборчик состоялся ну а вот это настоящая королева моего сегодняшнего показа и вот в этом лоте когда пришла эта брошка ну я примерно знала что в общем то я заказываю я ее видела и я в общем то ради этой броши этот лот и заказала хотя все остальное тоже очень очень приличное но вот это было главным самым таким восклицательным знаком на моем решении посмотрите во первых на эту брошь хороша не правда ли сделана замечательно ни одной потери в идеальном состоянии и вот такая у нее обороточка вот но самое потрясающее в ней это маркировка знаете что здесь написано здесь написано Элизабет Тейлор у Элизабет Тейлор есть целая коллекция украшений которые вот так вот маркированы и до сих пор я видела их где-то на интернете там ненормальные совершенно цены и это брошь везде тоже стоит ну самое меньшее что я видела это 65 долларов а так обычно доходит до 80 а тут в лоте это вообще удивительно совершенно в общем я настолько рада что я вам просто передать не могу вот так повезло удивительно просто а опять таки информацию об этой линии Элизабет Тейлор я сброшу под видео ну и вообще знаете мои дорогие я вам очень рекомендую когда вы смотрите мои видео читать все что я пишу в информационном баксе потому что вся основная информация там то что я забыла сказать то что я не успела сказать я обязательно пишу туда там можно прочитать очень много всего интересного очень советую я не леню заниматься этим вот иногда у меня бывают очень длинные в информационном баксе какие-то нот но я считаю что оно того стоит потому что ну наверное интересно откуда ноги растут у какого украшения вот здесь я тоже обязательно вам все это сброшу мои дорогие но если вы думаете что я уже как бы и закончила да лот все лот как бы готов вот сейчас мы на него еще раз посмотрим вот такой потрясающий совершенно лот я сама не могу даже поверить своим глазам что я это получила удивительно но я хотела бы а что называется королевой балла сделать совершенно другую вещь другое украшение очень неожиданное вот сейчас я буду вас удивлять по-настоящему так давайте рассмотрим вот эту шкатулочку коробочку уж не знаю она вся в металле видите в хорошем состоянии то есть выглядит как новая хотя это очень хороший винтаж почему показывает я получила заказ вот с этой коробочки именно тот же самый день когда получила этот плод думаю ну пускай будет все вместе а теперь сюрприз открываем ее что же там находится на самом деле вот представляете эта коробочка была сделана специально вот для этой броши ну-ка давайте посмотрим видите когда я поднимаю вот выемка конкретно для брошки брошь у нас вот такая опять таки моя любимая очень я люблю броши в этом стиле смотрите какая изумительная филигрань и все такое в общем все как я люблю на самом деле она такого среднего размера она к сожалению не маркирована но я прошу обратить внимание а вот на филигрань за замочком очень похоже так как делала компания 1.19.28 ну помните из моих видео я про эту компанию неоднократно рассказывала вот на крайнем случае я уже в информационный бакс и про нее сброшу информацию мне кажется что вот вот это оттуда потому что компания 1.19.28 очень редко маркировала свои изделия поэтому ну как бы приходилось определять чисто эмпирическим путем на глазок что называется вот и мне кажется что я я права как вы думаете мои дорогие может у кого больше опыта есть на эту тему чем у меня может быть я ошибаюсь подскажите мне пожалуйста ну вот дорогие мои надеюсь вам понравился лот который так понравился мне что я не удержала и быстренько выложила его а вам хочу сказать большое большое спасибо за то что вы смотрите меня и пишите такие замечательные комментарии а с вами была Инесса из Нью-Йорка всего вам самого-самого наилучшего